Всем привет, друзья! С вами Закупач. И у нас уже было видео все... А, нет, у нас были новогодние киндеры, потом были все киндеры вообще из Ашана. И теперь у нас все киндеры из магазина Глобус. Вот, у нас в Балашихе есть Глобус, отличный магазин, мне очень нравится. И там я купил все киндеры, которых не было в Ашане, но единственное, что... Которые мне нравятся, я купил повторно. То есть вот этот Пуша... Пушан... Пуше... Или как его? Пушан. Вот, мне очень понравились эти киндер-сюпризы, я их купил много. Потом вот эти киндеры мне понравились, я их купил много. Вот эти я, по-моему, вообще не открывал у Глобус, я их не видел в Ашане. В общем, у нас сегодня распаковка вот таких киндер-сюпризов. А начнем мы, давайте, со свитбокса. Я никогда не видел вот этих свитбоксов, увидел, типа, новинку. Ну, возможно, они давно, но просто я именно в Глобусе их почему-то заметил. Называются Турбозавры. Это вот такая коллекция... Мне просто очень понравился вот этот чувак. Я подумал, надеюсь, он мне выпадет. Трак. Так, надеюсь, мне выпадет трак, и это будет успех. Это будет залог успеха, ребятка. Так, тут у нас вот эти мармеладки, это неинтересно. Вот такой синий пакет. У нас сегодня видео без монтажа, потому что я приезжаю домой сегодня, а у нас... У меня видео нету. Я такой думаю, надо ребяткам сейчас... Прямо сейчас снимаю и выкладываю видео сразу же. Итак, тут у нас вот такая тачка. Причем она так прикольно сделана, это прямо из свитбокса. То есть это машинка из свитбокса. Единственный минус, что тут надо все клеить. А клею я все очень плохо и все очень долго. Может быть, попросим Валюшу, если она нам поможет. Валюша, ты можешь наклеить? А, он запускаться даже будет с кнопки. Смотрите, у него прикол есть. Видите, тут есть кнопочка. Берем... Чу! И мы его запускаем. То есть есть специальная кнопка. Давайте я дам Валюше наклеить. На, Валюше, тебе. Так. Турбозавры. Давным-давно до нашей планеты жили динозавры. До. Модница превращается в милую розовую машину кабриолет. Вот. Нам выпадает до. Вот такая. Так. А пока что Валюша собирает все это, клеит. Потому что видео уже без монтажа. Как будто бы распаковка посылки от подписчика. Только подписчик я. Китсбокс. О, новогодний сюрприз Китсбокс. Вот я только в глобусе его увидел. Возможно... Кстати, ставьте много лайков, и мы купим все киндеры в ленте. По-моему, у нас не было. Или было? По-моему, у нас была лента и Ашан. В каком магазине купить все киндеры? Короче, пишите. В Красном Белом. Где можно купить? Нет, сегодня был в Красном Белом. Там вообще по игрушкам все тухло. Только эти... Ну, подарки на Новый год появились. И динозавр такой мягкий. И туда можно конфеты засунуть. Так. Вау! Слушай, а тут неплохо. А в целом-то и неплохо. Здесь есть ложечка. Давайте, кстати, посмотрим, что там за... Конфета. Потому что, по-моему, мы ее не открывали никогда. А, мы уже такие открывали, да? Тут нутелла наполовину с вот этой штуковиной. Так, ну, ложка грязная, Мила. Надо ножку... А, я измазался! Я измазался! Так, и тут у нас... Вот она елочка наша. Светил у чистых огней. Елка, и на ней почему-то висят бананы. Смотрите, вот банан раз. Утку убили и повесили на елку. Зачем это сделали, непонятно. Это ластик в виде елочки. И посмотрите, как они скомкали коллекционную бумажку. Это мастерство, слушай. Банан раз, банан два, банан три. Собери коллекцию праздничных игрушек. Да, это игрушки на елке. Раз, два, три, четыре, пять. Всего пять штучек в коллекции. А с другой стороны, winter time. Типа зимнее время. Winter. Winter это зима. Time. О, спасибо, Милан. Я думаю, эта штука мне сегодня пригодится. Так, давайте пушана посмотрим. Что нам выпадет у пушана. Обожаю вот этого пушана. Все подписчики проголосовали, что это был самый лучший киндер. Вот за всю историю канала. Давайте посмотрим, что там внутри шоколада. О, он тает у меня в руках. И там что-то новенькое. Еее. Там новенький. Ой, до которого я хотел. Я именно хотел себе вот такого. Я хочу себе Шерлока Холмса и вот этого фитоняшку. Смотрите. Да, Милана показывает, как такое у нас есть. Покажи. У нас есть с пиццей и с планшетиком. Надо помидать на свой. Теперь у нас есть фитоняшечка еще сверху. Сейчас вам покажу всю коллекцию, на всякий случай, сразу же. Чик. Вот. Мне до полного счастья не хватает до Шерлока Холмса. А вот так выглядит вся коллекция кот Пушун или Пушенька. Но я был называть его Пушенька, потому что у нас в деревне есть Пушенька. Так, теперь открываем. Вот он. Где я не хочу повторку себе. Хочу здесь что-нибудь новенькое. Так, игрушка с этой стороны. Милана очень сильно себе хотела киндер-джой. Да. Чик. Мы из всего этого дадим только киндер-джой, потому что много шоколада это вред. Вот так субботу. И там выпадает... Что это? Слушай, что-то новое. Егру. У меня такого не было никогда. Надо смотреть. Не, я же вышел. У тебя выходил обзор с ней? Угу. Так. Это игрушка. Это просто... А, и можно ее стенками, видите, как штриховать карандашиком, и получится, как будто бы у вас это. Или ее надо раскрасить, я не понял. Или она будет давать просто это. Это на елку вешется, ничего не надо раскрасить. Не, видишь, написано карандашом. Типа штрихуете и переведете рисунок. Да, это чтобы положить сверху листик, заштриховать, и у вас получатся кирпичики на листике. Вот для чего это делается. А так, слушай, какая-то дичь. Мне пока это не нравится. Пока Пушенька занимает официально первое место. И вот сюда мы вот так просовываем. Я ложку возьму. Чик, забери ложку. Вот сюда просовываем, и можем повесить это дело на елочку. Елочку когда будем наряжать, ребят, напишите? Завтра. Напишите, когда? Когда? Милана говорит завтра. Нет, в среду. Смотрите, вот такая... Вот такая игла. Слушай, приколдесина. Единственное, что я бы хотел что-нибудь другое. А мне, по-моему, выпадал этот... Пряничный человечек мне выпадал, да? Да, вот. Значит, я купил не то. Я хотел совершенно другое. Так, давайте еще одного Пушенька. У нас много Пушеньки. Он реально прикольный, реально мне нравится очень сильно. Так. Чик. Надеюсь, не повторка. Их-то мне так-то и много. Поэтому, надеюсь, пастворки не будет. Нееет! О май! Кто будет меняться? Смотрите, у меня два теперь есть эти... Бодипозитивных Пушаньки. О, Пушенька Бодипозитив. Давайте посмотрим теперь угледолсы. Кто будет угледолсиком? Ну что, Милана, вкусный шоколад? Да. Да, Милане очень нравится. Открываем, открываем. И что же мы там получим? Вау! Нифига какие они офигенские! Ребята! Вот такие угледолсы, они реально прикольные. То есть ты его ставишь, потом вставляешь туда. А, и он как подставка для телефона, да? Или что? Не понял? Для телефона. Подожди-ка. Ты берешь его, вставляешь, вот, вставляешь. Что ж такое? Вот сюда. Щик. Да вот так ты его вставляешь. Вот такой у нас классный угледолс. Реально офигенный. А, это мягкая штука. Смотрите, реально она может что-то держать на себе. И вот здесь, смотрите, можно рисовать этой штукой, получается. Так, так что она делает? Ты берешь, отклеиваешь и клеишь себе на телефон эти самые. Странная игра, если честно. Кто понимает смысл этой игры, напишите в комментариях, потому что я не понимаю. То есть ты берешь вот такие наклейки. Ну, по сути, это в киндере просто наклейки, вот эти угледолсики. Наверное, их можно было коллекционировать отдельно. Сюда ты вставляешь телефон, и он тебе здесь фиксируется, стоит, можешь использовать ее как подставку для телефона. И здесь она мягенькая. И здесь можно обводить, что-то рисовать. Хм, странно. Странная штуковина. Она хорошо сделана, очень качественная, но очень странная. А Валюш, тем временем, спасибо ей большое. Смотрите, наклеила на тачку все вот эти. Видите, как красиво. И теперь мы можем реально запускать тачку. Она очень быстро ездит. Неплохой свитбокс. Реально неплохой. А, и еще мы же были... У меня в ТикТоке есть видео, как мы входили в аппараты, куда вставляешь 10 рублей, крутишь монету, и тебе выдается игрушка. Но там был необычный аппарат. Там надо было прикладывать карту. Ты выбираешь номер автомата, из которого ты хочешь взять игрушку, у тебя списываются деньги. Короче, очень необычная. В ТикТоке закупочек можете найти. Прям в ТикТоке вводите, закупочек найдете такой же профиль, как и на Ютубе. Так, и это вот такая косаточка. Какая коса? Это дельфин. Ну, косатка, дельфин, какая разница, они же похожи. Тут не порез. Да, надо не порезать его, слушай, тут опасно. Слушай, какой он. Дельфин. Я обожаю. Он очень липкий. О, ребят, если хотите обзоры на вот таких штук побольше, я куплю все, которые только найду в магазине. И для вас сниму видос. Там будут всякие прикольные антистрессы. Так, как он пахнет? Он пахнет, ну, просто какой-то бензонатрием каким-то. Ну, из чего делается эта штука. Фу. Так, во! Вот в этом киндере закупочек может быть? Или нет? Слушай, он не похож на те киндеры, которые я распаковывал, где был закупочек. Это похоже на какую-то старую коллекцию. Просто у Деда Мороза стиль какой-то такой, под старину. Так, ну-ка. Киндер. Открываем. Киндер. Хочу съесть. Нет, все, хватит. Еее! Ха-ха! Ха-ха-ха! Я-ха! Закупыч! Это Закупыч! Соседи, простите, пожалуйста. Так, и мы сейчас будем собирать закупочек. Как ты собираешься, вопрос? Так, о, вот так. Все, ребятки, мне уже все прислали, всех, кто мог. Типа, о, нам выпал закупочек из киндера. Я говорю, о, я вам завидую. Все, теперь у меня есть закупочек. Смотрите, новогодний закупочек. Кстати, ребята, я для вас готовлю сюрприз. Новое новогоднее оформление, которое появится совсем скоро. И там будет новый закупочек. Вы просто офигеете. Это будет разрыв мозга, короче. Я месяц работал над этим. Да, Валюша? Да, это будет круто. И даже видеозаставка делается. Так, вот такой закупочек, видите? Ему нужно нарисовать единственные полоски. Вообще, на самом деле, это похоже больше на снежка, да? Да. Снежок. Вот, но можно нарисовать полоски и получится закупочек. У нас из этой коллекции есть елочка. У нас есть снеговик. И все. Да? А ты открывал, да? У тебя там кто-то есть. Еще у Вали на канале, можете посмотреть, канал Валюша Милая. Его можно повесить на елочку, можно защипить за рюкзачок. Ну все, это закупочек мне в коллекцию закупочек. Это первое место. Все, сегодня этот киндер первое место. Так, давайте открывать снова вот этого новогоднего оленя. Апчик, апчик, ап. Я вам показывал уже, какая там коллекция. Так, вот здесь кто-то находится внутри. О, и это хотя бы не повторка, слушайте. Это зачет. То есть у нас есть уже и елочка, и колпачок. Единственный минус, видите, тут не пробита дырка. То есть ее надо иголочкой проковырять. Видите, она не дорезана до конца. Но зато вот такой колпачок, ну слушайте, это дешевый киндер. Ну хотя в глобусе они стоили недешево, да? Рублей 60 они стоили. То есть за 60 рублей какая-то игрушечка, ну такое себе. Так, еще у меня есть этот самый. Покемон. Это тоже из автомата, да, Валя, где надо денежки было всовывать? Из тиктока. Вот, покемон. Я себе хотел покемона. 90 рублей стоит. Очень дорого. Открываем. И там поддельные покемоны с наклейками. О, смотрите, как он разбирается. То есть вот так китайцы это делают. А потом сверху любую крышку могут тебе сделать. Так, там наклейки. Там наклейки Голубь Мира. Потом тут наклейки какие-то бурые буревестники. И вот один покемон ниндзя. Вот в халате, который спал только что. Не буди. Ниндзя покемона. Ну и конечно же, кто же у нас там может быть, кроме как Пикачу. Вот такой зелененький Пикачу. Зеленый Пикачу. И вот такой красный Пикачу, который кричит, типа делает. И вот красный Пикачу. Так, красный Пикачу. Дальше Китбокс. Ну это опять то же самое там будет, да? Или другое? По идее это какие-то тигрята. По-моему это другая коллекция. О, этот тяжело открывается зато. Так шоколад это там, где тяжело. Где легко, это игрушка. Ну-ка. Все, я вспомнил. Я покупал такой, да. Да-да-да-да-да-да. Но мне выпадала другая. Мне выпадала какая-то девчонка. Это был... Я просто подумал, что у нас не было обзора на нее. Оказывается, был. Ну по-моему там они как-то были свернуты по-другому. Это вот эти тигрята. Я помню, у меня девчонка попалась. Вот эта девчонка мне попалась. А теперь мне попался вот этот мальчишка. То есть у меня есть и девочка, и мальчик. Вот который подмигивает. Так, кто у нас там остается? О, вот это я чувствую, что сейчас будет жесть. Называется натуральный шоколад. Кто это делает? Золотое правило. Шоколадная кондитерская компания. Это, знаете, шоколад Made in Russia, но игрушка Made in Kitayasha. Смотрите, лохматое яйцо внутри. Видите, это волосатые яйца. Вот видите такие. Видите, волосы такие коричневые на нем. И... Ааа, сейчас все, сейчас все разлетится. Подождите. Ааа. Чуть не намусорил. Так, чуть не на... Оооо, мое почтение. Там какой-то этот техник, Nickelodeon. Что это? Что это такое, ребят? Это не Троид, серия Хит. Смотрите, это какие-то боевые монстры. Но, к сожалению, тут не написано, кто какой может выпадать. Вау, да это неплохо. Сколько это стоило, вопрос единственное. Сколько это стоило? Здесь какой-то железный гигант. Это Warhammer. Warhammer в яйце за 40 рублей. Вы посмотрите. Да это офигительно. Он очень приятный на ощупь. Очень все хорошо сделано. Из хорошего пластика. Слушай, вот эти киндеры могу советовать. Я вам прочитал производителя. Вот если его увидите, можете брать. Так, можете его брать. Класс. Класс. Вот этот мне понравился сегодня. Так, давайте Пушеньку. Да, последнего. Пушенька. Он напоминает нам Смоки. Да, он напоминает нам Смоки. У нас Смоки еще чуть-чуть, и будет... Да как он такой даже толстенький котик. Да. Он у нас еще... Смоки чуть-чуть молодой, чуть-чуть спортивный. А, чувствую, как это плохо открывается. Это он точно. Ты думаешь, что там супер большой котик? Я думаю, что там будет... Да! Кто там? Фарпаратом! Это котик с Леечкой. А, да. Итого, смотрите-ка, кто у нас есть. Давайте сейчас посмотрим сразу же. У нас есть... У нас есть котик с планшетом вот этот. У нас есть котик-спортсмен, котик-слейчик и котик с пиццей. Нам остался котик с фотоаппаратом, с гитарой, с пирожочком и с лупой. И будет у нас вся коллекция. Ну, половина коллекции мы собрали. Это достаточно неплохо. Ну, и последний киндер. Ой, Милан, наберешь мусор пока что? Собери. Потому что сейчас надо будет рейтинг подводить, кто мне понравился больше всего. Так. Кто же... Кто же это? Вау! Это китбокс Бугавуга. И там реально Бугавуга. По-моему, мне ребята присылали его в посылке от подписчика. Сто процентов. Да. Были ребята, кто присылал. Буба, твой герой всегда с тобой. Надень игрушку на карандаш. Он может одеваться на карандаш. Есть как фигурки, так и собери коллекцию игрушек, которые, ну, стационарные. Видите? Есть вот такие 3D-игрушки. А есть игрушки, которые одеваются на карандаш. Я, разумеется, люблю 3D-игрушки. Поэтому я рад, что мне выпал Хоба Буба с сыром. Напечатано это все плохо, дешманские. И помню, у меня такой есть. По-моему, мне подписчик присылал. Так. Ну что же. Рейтинг. Давайте голосовать, ребята. Кому что сегодня понравилось больше всего? Так. Ну, я думаю, побеждает все-таки Пушенька, да? Так. Пушенька. Раз. Пушенька. Два. Пушенька. Три. Пушенька. Четыре. Спасибо, Милан, что со стола убрала. Пушенька. Пять. Так. Потом. Так. Просто тут все поперепуталось. Я теперь не могу разобраться, что куда, что. Так. Надо руки протерять, самое главное. И стол. Чик. Так, нож-то здесь не нужен. Ну, мне понравилась машина, кстати, офигенская. Ну, это, конечно, не киндер, но по цене практически то же самое. Потом мне... А, не. Второе место, это, конечно же, закупочек, новогодний киндер. Третье место машина. На четвертое место я поставлю вот этого Вархаммера. На пятое место угледолсика. Потом поставлю, наверное, вот эту шапки вот эти новогодние, потом Хубабубу, потом вот это, потом покемонов. Вот. Вот такой рейтинг. Лучше всего берите Пушеньку и новогодние киндеры. И свитбоксы крутые. И вот этот за свои деньги вообще топчик. Да, Милан? Мое первое место это Пушенька, второе за Кубой, третья машинка, четвертая. Вот это, вот это, вот так вот. Вот Миланин рейтинг. Всем пока, до новых встреч. Ставьте много лайков, и мы идем в магазин за киндерами снова. Пушенька, иди ко мне. Пушенька, иди ко мне.